Открытие второй линии метро в Казани событие долгожданное для многих горожан. Самый первый участок казанской подземки был открыт в 2005 году. Это первое и единственное метро построенное в России после распада СССР. На сегодняшний день казанское метро это всего лишь одна линия и 11 станций, в которых просто невозможно запутаться, если конечно не выходить на проспекте Победы. Но в Казани проживает больше миллиона человек, эта цифра неуклонно растет. Соответственно увеличивается загруженность столичных магистралей, поэтому появляется необходимость в увеличении количества станций. Основная цель строительства метро это развитие общественного транспорта и снижение уровня загружить улично-дорожной сети. Это одно из основных и действенных методов борьбы с транспортными заторами на улично-дорожной сети в крупных городах. 16 августа 2016 года было объявлено, что строительство линии планируется начать со станции улицы Академика Сахарова и продолжить в сторону Новосавиновского района. Бюджет в 2019-2021 годах составил 3 миллиарда рублей, по одному миллиарду в год. Компания IKEA собиралась снести 1 миллиард рублей. Строительство станций около их торгового центра. Станцию МИГи начали строить по просьбе шведского руководства. Изначально ее хотели делать в жилом массиве Азина. На выездном совещании комитета Госсовета Республики Татарстан выяснилось, что первый отрезок второй ветки с четырьмя станциями подорожал в полтора раза до 60 миллиардов рублей. Объявившие об уходе из России IKEA не выходят на связь. История с IKEA была бы хорошим примером государственного частного партнерства при строительстве метро, но, к сожалению, пока не случилось. Конечно же, один миллиард сэкономленных бюджетных средств можно было бы направить на другие социальные нужды республики или города. Генеральный директор газмедстроя Марат Рахимов рассказал Рустаму Миниханову и Льсуру Медшину о перспективах развития казанского метрополитена. Сдать первый отрезок второй ветки метро планируют в 2027 году. 9 июня 2022 года было объявлено, что названия для них уже выбраны. На Фучика станция будет называться «Столетие ТССР». На остановке наземного общественного транспорта «Десятый микрорайон» станция будет называться «Академическая». На перекрестке Фучика-Ломжинской станция «Зеланд». На проспекте Камалеева станция «Тулпар». Алина Красильникова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова